Следственный комитет и Генпрокуратура России проверит информацию о причастности главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к убийству юриста Сергея Магницкого. Руководители силовых ведомств распорядились проверить данные, которые содержатся в фильме «Эффект Браудера». Накануне вечером расследование, а именно так называют свою работу авторы, вышло в эфир телеканала «Россия-1». В нем утверждается, что Магницкому перестали оказывать медицинскую помощь в тюрьме по приказу Браудера, которого в фильме называют агентом британских спецслужб с позывным «Соломон». Именно он якобы завербовал сотрудников Федеральной службы исполнения наказания России и таким образом добился кончины заключенного. Напомню, что Уильям Браудер с 2010 года возглавляет кампанию по поиску убийц юриста своего фонда Сергея Магницкого. В России инвестор заочно приговорен к 9 годам тюрьмы. В фильме «Россия-1» также утверждается, что с Браудером сотрудничал оппозиционер, глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Вместе они якобы планировали действия, подрывающие конституционный строй в России. Сам Навальный уже заявил, что все показанные в фильме диалоги выдуманы его создателями. Оппозиционер также обратился в ФСБ России с просьбой изъять и проверить подлинность документов, на основании которых журналисты телеканала «Россия-1» сделали вывод о его сотрудничестве с западными спецслужбами. Он собирается подать иск к авторам фильма.